И еще одну серебряную награду выигрывали. То есть 6 из 6 можно сказать. Ну а что касается россиян, то сборная России была дважды серебряным призером. Ну, наш состав я скажу. Итак, это Константин Свечкарь, это Александр Деревягин, это Евгений Лебедев. И 2005 года занял 5-е место. Он же бронзовый призер Всемирной университеты 2005 года в эстапетном веке. Вот я все, что могла, сказала сейчас о Константине Свечкаре. Но вот посмотрите разницу в, не знаю, там, весе, в накачанности Константина Свечкаря и Терри Вашингтона. Вашингтон выходит вперед. Понятно, почему еще раз говорим, что не было у них провалов зимой у американцев. И 5 побед, 5 побед. И еще вот по одной простой причине. Ведь в этом году, совсем недавно, 11 февраля, сборная Соединенных Штатов Америки у себя на своем континенте установила новый мировой рекорд. 3,01 и 96 сотых секунды. Что касается наших высших достижений, 3,04 и 82 сотые секунды. Я говорила о том, что на чемпионате мира в 2004 году мы завоевали серебро. Форшев, Горбань, Рудницкий, Усов. В 2001 году также серебряная награда. Ладейщиков, Мащенко, Горбань и Семенов. Лошон Мэриетт, это второй этап. Ему 19 лет он победитель чемпионата мира. Среди юниоров также на дистанции 400 метров. И в советном беге за нашу команду бежит Александр Деревягин, который родился в Кемерове. Тренируется у Трифилова и Трошина нормально под... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Падение при передаче из софеты. Наши пока третий. Евгений Лебедев против Милтона Кембела. Еще польская сборная между ними. Но надо сейчас бежать побыстрее. Евгению Лебедеву, бронзовому призеру чемпионата в России. Полуфиналисты чемпионата Европы в помещении. Что касается Милтона Кембела, ему 29 лет. Он был вторым на чемпионате мира в залах. Причем это было дважды в 99-м, в 2001 году. И здесь уже мы его видели. В финале в личном виде он оказался пятым. Болеем за россиян. Но шведы пошли вперед. Надо передавать палочку Дмитрия Петрова. Мы зиму также видели, как я уже сказала, здесь в личном забеге. Вот сейчас он выходит на третью позицию. На последнем этапе за Америку бежит тот самый Волт Спирман, который весь в косичках. Бежит и улыбается. И показывает своим коллегам. Все, дескать, контролируют поляки. Ну и нас, Дмитрий Петров. Надо зажать. Запустить удела. Из последних сил. Мы можем, можем. Шведы пошли. Но плотная группа. Давай, Дима, надо терпеть. Американцы выигрывают. Поляки вторыми. Борьба за три. Не упустит Дима. Не упустит. Молодцы. Дорогие друзья, пуш. К двум серебряным наградам на чемпионате мира мы прибавляем бронзу. Но вот кто бы мог подумать, какие драматичные события развивались в предварительном раунде. Боже мой, сколько теряли палочку спортсмены из Ямайки. Что там происходило, да? Там произошло на самом деле очень такие интересные события. Один спортсмен чуть не сломал руку, а второго спортсмена увезли, извините, в реанимацию с подозрением на инфаркт. Вот что такое бег на 400 метров. Это чемпионат мира. Это не какие-то соревнования. Но наши ребята выстояли. Российская команда завоевала бронзовую медаль. И я особенно хочу отметить Петрова, потому что он бежал полтора часа назад. Всего-то ничего. Мы же с вами видели это все в трансляции. Вы знаете, такое впечатление, что может быть он сам поставил перед собой установку. Мы даже видели, что вот, когда он бежал 400 метров, слабо начал начало. Может быть он понимал, что за тройку не зацепишься. Шестым или пятым нет никакого значения. А силы надо поберечь. Не выступать нельзя. Это Москва, это Россия. На глазах у своих болельщиков не выйти на дорожку было невозможно.